здравствуйте приветствуем вас на канале европлант life сегодня мы приехали в садовый центр европлант для того чтобы посмотреть на как происходит подготовка растений в садовом центре к зиме потому что не проданы какие-то количество остатков мы всегда тщательно консервируем на зиму для того чтобы они на следующий сезон были также прекрасные декоративные но еще хочу рассказать немножечко о тех новинках которые придут весной в апреле когда садовый центр вновь откроется обязательно будут конечно новинки новые растения сейчас уже лена полякова подготавливает новую поставку к нам придут замечательные новые рододендроны это гибриды даурских каролинских ледебура придет рододендрон смирнова давно хотел завести у себя на участке рододендрон своего имени и вот наконец-таки он придет мы покажем на фотографии конечно в пик их декоративности но это очень хорошие растения они уже проверенные они замечательно подходят для климата северо-запада все замечательно зимуют поэтому следите за нашими новинками а сейчас мы немножечко пройдемся по площадке и посмотрим вообще как выглядит она сейчас в середине ноября европланы точно не заботятся о своих растениях поэтому они выглядят декоративно весь сезон даже то что остается на зиму тщательно укутано в этом году сотрудники посадили вы наверное видели ролик про лазанью из луковичных растений подготовили замечательные кашпо которые будут продаваться весной полные тюльпанов нарциссов гиацинтов и мускари вот здесь сделано 12 кашпо они по всей технологии тщательно укутаны а вот здесь уже идет большая грядочка с розами ну я наверно впервые вижу чтобы розы были так тщательно укутаны окучены уложены накрыты в несколько слоев с панбондом чтобы здесь все прекрасно перезимовала и уже весной уже наверно в июне возможно будет уже какое-то первое цветение и эти растения можно будет тоже купить в замечательной кондиции сейчас мы посмотрим как у нас готовится к зиме деревья потому что деревья тоже упутываются на зиму вот здесь у нас зимуют деревья маки амурская тоже новое в ассортименте европланта 2019 года посмотрим как она будет зимовать в садовом центре тут она уже в контейнере прикопано в землю больше никак не укутывается потому что европлан старается закупать те растения которые зимуют вообще без укрытия ну разве что за исключением наверное роз все остальное прекрасно должно зимовать в грунте и так посмотрим как это все перезимуют здесь у нас и клёны клен платоновидный тоже посмотрим как он будет зимовать здесь в общем вот это вот все остаточки самые капризные растения требуют которые дополнительного укрытия мы сейчас посмотрим это у нас вишня саржента наша сакура решили обмотать все-таки работники европланта стволики матами из бамбука вот так вот это выглядит на самом деле я надеюсь что все-таки посаженный в грунт растения будут зимовать без дополнительного укрытия но тут все-таки растение в контейнере и находятся рядом с улицей все-таки летит какая-то и грязь и какие-то загазованность все это воздействует помимо морозов на дерево и вот такие вот бамбуковые маты они служат дополнительным укрытием ну и вот там вот дальше видите как стоят хвойные сосны одни сидят в контейнере другие прикопаны в землю это тоже уже не первый год в таком состоянии прекрасно зимует и весной мы посмотрим как это все перезимовала потому что тоже все очень интересно а сейчас мы посмотрим как у нас законсервированы многолетники так а вот здесь вот у нас раз два три 4 5 грядок где остались все непроданные многолетники и кустарники то есть здесь сидят и гортензии и лапчатки и можжевельники все это уложено по специальной технологии под углом 45 градусов наклонен каждый горшочек все это возраст сухое укрытие стандартная тоже технология не первый год проверенная не умерла наверное ни одно растение за все 20 лет существования европланта о чем собственно можно будет и полюбоваться уже весной когда укрытия будут сняты так что надеюсь все прекрасно перезимует что еще хочу рассказать что ждет нас всех этой зимой к сожалению пока у нас не запланировано никаких мероприятий в виде семинаров и лекции которые обычно проводят садовый центр поскольку такая эпидемиологическая обстановка в стране если что-то изменится то мы конечно дополнительно анонсируем я надеюсь что мы эти лекторы которые читали лекции неоднократно просили записать на их выступления я думаю что мы снимем с ними какие-то интервью и они расскажут все самое интересное в наших зимних роликах так что канал европлант life продолжим функционировать мы будем записывать самыми лучшими экспертами в садоводстве информацию которую они будут рассказывать все это я надеюсь на нашем канале будет по-прежнему ну и конечно же мне визиты в наш знаменитый ботанический сад петра великого репортажи из открытого грунта из дендрария из оранжереи они все тоже будут на канале так что продолжаем надеюсь что зима будет теплой в плане того что у нас будет продолжаться хорошее интересное горячее общение а выпадет ли снег ну посмотрим всего доброго смотрите канал европлант а